Поговорю, возможно, о несколько более веселых вещах. Это тренинг криптовалютами. Хотел бы спросить сразу, просто интересно мне, сколько людей здесь торговали биткоином. Им отторговали, то есть продавали, покупали, пытались заработать. Ну, достаточно много на самом деле. И какой по ценам успешных людей. Ну, это тоже неплохо на самом деле. То есть уже как-то идет масса, это все. Поэтому это становится манинстримом. Соответственно, давайте я сделаю краткий обзор, такой, между 15 вообще, что происходит на этом рынке, куда это все взялось и куда это все пойдет. И я посмотрю обе стороны проблемы. Это торговля биткоином, криптовалютами, так же, как блокчейн технологии могут изменить существующую инфраструктуру торговую. То есть, поскольку здесь блокчейн проникает почти от стороны, бизнеса, да, то есть он также меняет существующие бизнесы. Не только привносит какие-то биткоины, там, этериумы, но и меняет бизнес существующие. Поэтому давайте с обеих сторон рассмотрим эту проблему. Кратко и особо не вдаваясь в глубокие подробности. Почему можно торговать биткоином, да? В принципе, почему можно торговать золотом? Золото существует. Все, значит, соответственно, оно существует объективно. И люди хотят им торговать, это как бы совершенно нормальный процесс. Есть продавцы-покупатели, есть открытый рынок. И получается, что вот такие системы, которые существуют объективно, они порождают автоматически какие-то открытые рынки. Биткоин – это просто цифровое золото. Это распределенная система. Но она, естественно, порождает сверху себя какой-то рынок. Соответственно, биткоин появился в 2008 году, как более-менее работающая система. Уже в 2010 появился первая биржа. Немножко про нее расскажу, наверное. Не буду рассказывать про дальнейшие биржи, так вкратце их. Опишу. Просто как бы показательный случай, потому что история первой биржи, MT-GOX, она как бы очень характерна. И пока это все в таком же ключе развивается, как развивался MT-GOX. Она появилась в 2010 году, захватила рынок. В принципе, более-менее нормально работали. Находилась в Японии. Французский программист ее сделал. Купил какую-то биржу, которая торговала игровыми валютами, превратил ее в биткоин-биржу. И, в принципе, на MT-GOX биткоин и стал известным. Потому что есть подозрение даже, что сам основатель биржи по фамилии Капелес пампел, то есть поднимал цену биткоина, работал такой вилли-бот, так называемый, который потом нашли после того, как биржа была взломана, и там были уже логи выложены, и нашли бота, который имел бесконечное количество денег и просто пампел цену биткоина. Он начал это делать в конце 2013 года. Тут подтянулись китайцы, которые хотели иметь некий способ обходить финансовый контроль. И все привело к тому, что биткоин стоил 1200 долларов. Вот на пике. И в 2013 году MT-GOX благополучно закрылся, потому что техническая инфраструктура была достаточно слабая. У них воровали деньги, притом годами воровали деньги. Была некая такая штука биткоинная. Сейчас я ее устраняю, пока не устранили. Это не баг биткоина, а некая такая фича, о которой он, в принципе, не знал. Карпелес. И мы фактически из Маунт-Гокса месяцами выводили гигантские суммы и вывели суммы десятки миллионов долларов. Когда он это обнаружил, все закончилось. И история MT-GOX такая достаточно показательная. Вот его сейчас человек, его вводят, мистера Карпелеса. Его, в принципе, не посадили, но сейчас идет процедура банкротства. И, в принципе, эти проблемы, которые были у Маунт-Гокса, они характерны для всех существующих бирж. Их сейчас очень много. Появляются они как грибы, а успешных не очень много, но есть достаточно крупные. То есть что их объединяет? Они очень централизованы. Фактически весь биткоин хранится в одном месте у них. Несмотря на то, что биткоин децентрализованная система, торгуют им очень централизованно пока. Их ломают, потому что это веб-сайт. Там лежат деньги. Хакеры придумывают всякие способы поломать. И часто их находят. Социальная инженерия ставит какие-то там трояны на компьютеры сеппорта и ломают. И рынок практически нерегулируемый пока, да? То есть есть какие-то уже компания с лицензией. Левро, пожалуй, это битстамп, у него лексимбургская лицензия, в Америке есть коинбейс, у них есть тоже торговая площадка. В Америке сложно это все, потому что нужно проходить регистрацию в каждом штате. Достаточно все так печально. Битфеникс, возможно, многим известный, который поломали недавно на 70 миллионов долларов путем установки трояна на компьютер хозяина. У него были доступы вообще ко всем деньгам. Вот. И они находятся в Гонконге, более-менее регулируемые. И рынок такой, достаточно веселый. И, в принципе, он похож на вот то, что Федя рассказывал про начало торговли. То есть вообще это когда времена Ливермора, это начало 20 века. Очень похоже сейчас это. По ряду причин. Почему же люди торгуют биткоином, почему люди торгуют криптовалютами, если там так все печально. Потому что существуют большие возможности заработать. Рынок неэффективен. Торговля, в принципе, в основном идет биткоином. 90% всей торговли это биткоин. Этериум, примерно, наверное, еще там занимает 5%. Остальное приходится на другие криптовалюты. Биржи ломают, как я уже сказал. И что происходит? То есть рынок неэффективный. Существуют постоянные арбитражи между разными биржами. Потому что, например, китайцам нужно выводить, обходить финансовый контроль. Они покупают биткоин. Цена биткоина на китайских биржах обычно на процент выше, чем на европейских. Эти арбитражные возможности могут продолжаться днями буквально. То есть существует бизнес, который покупает биткоин на европейских биржах и продает в Китае. Нужно замкнуть эту цепочку каким-то образом. Можно торговать спредом, пытаться. Не выводить деньги в фиат. Обычные валюты а работают только с биткоином. Это достаточно популярный бизнес. И, конечно, рынок совершенно нерегулируемый. Какого-то понятия инсайда трейдинга не существует. Все торгуют инсайдом. Очень напоминает 20-е годы в Америке. И, кроме того, с точки зрения того, что рассказывал Федя, такого банхода, более научного, это очень волатильный рынок. Постоянно меняются режимы. Например, график волатильности Этериума. Этериум – это криптовалюта достаточно известная. Я думаю, большинство знают про нее. Соответственно, это, пожалуй, вторая криптовалюта после биткоина сейчас. График волатильности в начале прошлого года он резко поменялся, потому что был целенаправленный памп, то есть увеличение стоимости Этериума, когда зашли какие-то торговые фонды близкие к Уолл-стрит и начали раздувать его цену. И видно, что, как говорится, он полностью поменялся в одночасье. Куда это будет все двигаться? В какую сторону? Это будет двигаться, конечно, в сторону какого-то регулирования и повышения эффективности рынка. То есть рынок будет становиться более эффективным, арбитражные возможности будут исчезать. Будет появляться high-frequency trading, будут появляться торговые сети, аналогичные сетям, которые существуют для обычных акций. Будут заходить туда торговые фонды, например, братья Винкельвоз пытаются сделать Exchange Riding Fund уже несколько лет и СЕК пытается остановить, но процедура идет, у них, я думаю, не все получится. Уже заходят нормальные фонды в биткоин и другие криптовалюты. Это приведет к повышению эффективности рынка в ближайшее время. Кроме того, будут развиваться технологии, которые изменят сам подход к трейдингу криптовалютами, потому что он должен стать более децентрализованным. Например, мы этим занимаемся. Мы что делаем? Мы хотим сделать такую схему, в которой биржи не будут иметь доступа к деньгам трейдеров. Вообще никакого. Это возможно на блокчейне. Будет существовать некоторый центральный сервер, некоторая биржа, которая будет осуществлять мэчинг ордеров, сеттлмент, то есть уже денежные транзакции будут происходить на блокчейне. Можно будет реализовывать хай-фрекенси трейдинг на блокчейне, при котором все средства будут оставаться у трейдеров. Эта схема для криптовалют интересна, но в каком-то будущем отдаленном возможно будет интересно и для обычных ценных бумаг. В принципе кратко давайте опишем возможности, которые блокчейн предоставляет обычным рынкам секьюрити, то есть существующим рынкам и существующей инфраструктуре, потому что здесь тоже есть некоторые развития достаточно интересные, которые будут наверное интересны уже не трейдерам, а организаторам инфраструктуры. То есть здесь есть два направления основных. Это в принципе то, что Паша рассказывал, это оверд аккаунтер рынки, которые могут быть естественно перенесены на блокчейн. Они не могут быть достаточно быстрыми, потому что блокчейн система медленная, но они могут предоставить прозрачность бизнеса, то есть могут децентрализовать его, они в принципе очень полезны могут быть. Что это за проекты, в принципе у нас есть такой проект, называется Link On. Это фактически они создают рынок для, то есть как бы рынок, не бежевой рынок, для компаний малой капитализации и для оцифровывания, то есть дигетизации существующих акций, можно перенести его на блокчейн, то есть можно поставить там, сопоставить акции Google, некий токен на блокчейн и им торговать. Либо можно какие-то IPO проводить на блокчейне, то есть компания может выпускать свои токены и продавать их. Это вот как бы NASDAQ этим занимается и еще некоторые компании. Вкратце я пишу просто, какие-то направления есть и приведу два примера. И второе направление, где может использоваться блокчейн трейдинге, это settlement, то есть это операции, которые объединяют в себе взаимодействие между брокерами, биржей, депозитарием, системами клиринга, клиринговыми домами. То есть сейчас эти процедуры достаточно медленные, происходит достаточно тяжело и блокчейн действительно может игру изменить, потому что он снизит расходы, повысит прозрачность. Например, вот австралийская биржа пытается сейчас перевести свой клиринг на блокчейн и это направление тоже будет развиваться, потому что от этого никуда не деться. Блокчейн здесь снизит расходы существенно и повысит прозрачность бизнеса существенно тоже. И он здесь подходит, потому что блокчейн не может вам обеспечить очень высокую скорость операций, но он для settlement систем, для систем end-of-day систем он прекрасно подходит, потому что там не нужны какие-то быстрые операции, нужно просто чтобы они были прозрачны и понятны всем участникам. И это достаточно идеально для существующего рынка. Это будет развиваться и развивается очень много проектов фактически у всех бирж, на самом деле не знаю насчет российских бирж, но у всех фактически крупных западных такие проекты есть. Значит, в принципе хотел бы сделать какое-то такое summary, чтобы какие-то мысли выделить, которые я считаю важными. для трейдеров чем интересен блокчейн сейчас? Это тем, что там существуют арбитражные возможности, можно заработать. Весь теханализ работает, классический теханализ работает фактически очень хорошо, который работал в 20-е годы в Америке, когда он возник, все сработает на блокчейне. Рынок очень неэффективный, можно просто заработать. Это очень интересно. Арбитражные боты прекрасно работают. Есть вопрос больше организационный, как вам организовать движение капитала между разными биржами. Арбитраж постоянно существует между биткоином на разных биржах, между разными криптовалютами на разных биржах. Если у вас есть хорошая команда разработчиков, можете поднять бизнес. Поскольку ниши до конца не занято здесь. И это все развивается очень активно. Блокчейн для существующей торговой инфраструктуры чем может быть интересен? Это системы, которые не требуют большой скорости выполнения операций, но требуют прозрачности какой-то. Это овер каунтер рынки, оцифровывание ценных бумаг, то есть перенос всех ценных бумаг на блокчейн. Это направление, которое будет развиваться в каком-то футуристическом таком ключе можно верить, что рано или поздно вся торговля будет на блокчейне, будут смарт-контракты, например, когда вы выпускаете IPO, вам не нужен Вестбанк, вы просто выпускаете свои акции сразу в цифровом виде, вам люди шутят деньги на блокчейне, там есть смарт-контракт, который обрабатывает приходящие деньги и посылает акции покупателям. То есть в принципе в одаренной перспективе это возможно, когда все операции будут на блокчейне. Пока же этого нет, но какие-то отдельные направления будут развиваться. Кроме овер-деканта рынков будут развиваться системы сеттлмента и клиринга на блокчейне, поскольку они здесь действительно могут изменить игру и сделать процесс весь более прозрачным и дешевым. Соответственно это все будет развиваться, никуда не денется торговля криптовалютами. Интересная очень вещь. Рекомендую вам поторговать на коин-бирже, если вы не торговали. Это весело, просто право вхождения очень низкий. KYC и ML практически отсутствуют пока, но он, конечно, будет рано или поздно. Поэтому это интересно и для участников рынка, которые занимаются инфраструктурой, тоже рекомендую обратить внимание на блокчейн-проекты, потому что фактически на каждой западной бирже сейчас есть какой-то свой блокчейн-проект крупный. Спасибо. Если будут вопросы, давайте зададим их уже во время круглого стола. Саш, пожалуйста, я бы хотел пригласить Павла Федорова и Далиру Маслякова на круглый стол. Давайте сделаем